Президент является гарантом Конституции, а также свободы прав всех граждан страны. Именно из-за этого во всех многочисленных рабочих поездках Сорумба и Джейнбекова к нему обращаются местные жители с широким спектром различных проблемных вопросов, которые не решались на протяжении многих лет. Это могут быть вопросы ирригации, строительства дорог и другие. Наряду с этими проблемами к нему также обращаются и с жалобами на неправомерные действия со стороны местной власти, судей или же правоохранительных органов. Так, во время рабочей поездки главы государства Суклухский район Чуйской области были озвучены факты коррупционных действий и круговой поруки, в ходе которого отдельные руководители органов местной власти целенаправленно способствовали продаже земель сельхозназначения и незаконного строительства домовладений. Об этом рассказали жители региона. Они со слезами на глазах просили Сорумба и Джейнбекова разобраться в этих делах и провести расследование по этим фактам. Также в ходе встречи со слов местных жителей стали известны факты умышленного воспрепятствия установлению нарушений, выявленных со стороны граждан. Они отмечали, что допускается укрытие преступлений лиц, причастных к ним, и факты умышленной волокиты уголовных дел по земельным вопросам со стороны правоохранительных органов, отсутствие должного надзора органов прокуратуры. Об одном из них заявила местная жительница, отметив, что этот беспредел творится в этом регионе на протяжении многих лет. Услышав все обращения граждан Соклуковского района на органы власти и их бездействие при обращении народа, Сорумба и Джейнбеков заверил, что они будут тщательно изучены, а после будет создана специальная комиссия, которая проведет расследование по высказанным фактам, заявив при этом, что именно из-за таких некомпетентных руководителей теряется доверие народа к власти. Все они должны быть привлечены к ответственности, сказал он. Вот из-за таких примеров народ перестал доверять власти. Граждане пишут заявления, жалуются на неправомерные действия со стороны правоохранительных органов, а их заявления не рассматриваются или информация в них искажается. Если даже и рассматриваются, то долго и в конце концов дело закрывается, и никто не несет за это ответственность. Каждый за свои деяния должен отвечать. Тогда будет порядок и доверие к власти. Так, по поручению президента, межведомственная рабочая группа провела комплексную проверку деятельности органов власти на территории Соколукского района по жалобам и обращениям, поступивших в ходе встречи. По его результатам все жалобы и обращения подтвердились. Выявлены факты умышленной волокиды уголовных дел по земельным вопросам. Отсутствует должный надзор со стороны органов прокуратуры. Своевременно не приняты меры по пресечению и предупреждению преступных посягательств на незаконное завладение земельными участками сельскохозяйственного назначения. С учетом выявленных нарушений межведомственной рабочей группой подготовлена подробная справка с выводами и предложениями, которая 1 апреля 2019 года направлена в правительство и Генеральную прокуратуру для организации и принятия соответствующих мер, в том числе в отношении ответственных должностных лиц. По итогам расследования прокурор Соколукского района был снят с должности, а со стороны Совета безопасности правительству даны следующие рекомендации. В безотлагательном порядке принять соответствующие меры по инвентаризациям и установлению границ земельных участков на территории Соколукского и других районов Чуйской области. Привлечь к строгой дисциплинарной ответственности руководство Государственной администрации Соколукского района Чуйской области, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии отдельных руководителей занимаемой должности. Ну а профильным комитетом парламента поручено провести анализ по нормативно-правовым актам по земельным участкам и внести предложение по решению сложившихся проблем, касающихся земельных споров на территории Соколукского района. А также они разработают план мероприятий, направленных на оптимальное разрешение поднятых вопросов о Генеральной прокуратуре. Рекомендовано следующее. Изучить и рассмотреть ответственность должностных лиц органов расследования и прокуратуры, допустивших волоке то при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту выделения земельных участков. Образовать следственно-оперативную группу из числа сотрудников Генеральной прокуратуры, ГКМБ, МВД, на предмет изучения вышеуказанных уголовных дел и дачи юридической оценки действиям должностных лиц, по вине которых была допущена необоснованная волокита всех дел и анализа процесса перепродажи земельных участков сельхозназначения с 2009 года по настоящее время. Провести соответствующую служебную проверку и рассмотреть вопросы о соответствии занимаемой должности сотрудников органов прокуратуры Соколухского района, Чуйской области и Генеральной прокуратуры за безответственное исполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и заявлений жителей данного района, некачественный надзор за уголовными делами, возбужденными за совершение преступлений в сфере земельного законодательства. Изучить в порядке надзора законность судебных решений в части восстановления на работу Кубатова-Казыбека, начальника управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Соколухского района. А с января по март текущего года президенту было адресовано 4356 обращений от граждан страны. Большинство составляют жалобы на работу правоохранительных и судебных органов. Далее идут обращения по поводу работы органов местной власти и по выделению земельного участка или же квартир.